всем привет на моем канале сегодня как вы уже поняли с названием будет с обслуживание видеокарты asus или правильный asus asus turbo так вот выглядит карта для 1060 такое исполнение как бы еще неплохое в том плане что воздух забирается турбиной 0 и центробежным вентилятором и выбрасывается на наружу корпуса таким образом внутри корпуса воздух не нагревается но для более мощных там 1070 хотя 1070 еще проходит там 1080 1080 и там уже как турбины маловато во всяком случае вот такой толщины тогда нужно делать более толстыми и самая главная проблема в таких вот картах это их чистка потому как втягивается пыль ну и разнообразная грязь поэтому не референции более проще очистить радиаторы мы очищаем а здесь как бы весь радиатор спрятан спрятан внутри и мы к нему не можем добраться как вариант можно открутить вот эту крышку и попробовать продуть отсюда сюда как бы в противоположную сторону либо аккуратно разобрать и почистить радиатор чем мы сегодня и займемся так нас гарантия уже закончилась но пломба еще целая как бы портить пломбу нет смысла поэтому с чего мы начинаем и начинаем с того что откручиваем вот эту руку плоскогубцами берем так аккуратненько закройки и проворачиваем берем желательно в том месте где нету те наклейка не выходит за пределы винта также аккуратно нужно платить чтобы не сбить smd компоненты либо если вам не жалко просто прорываете пломбу и откручиваете как положено отверткой я же сэкономлю сделаю аккуратно и откручу этот винт с сохранением пломбы вот так вот то есть пломба у нас будет целая все нормально ну и дальше мы берем и откручиваем все винты можно по порядку можно не по порядку тут уже смотрите сами главный минус еще этих карт то что без разборки особенно вот это у этих asus turbo как бы кожух мы отдельно не снимем из некоторые производители делаешь что вот это тот пластиковый кожух можно с задней стороны открутить и снять только кожух не нарушая пломбы фасу turbo этого сделать нельзя здесь нужно снять полностью и сошку то есть все открутить и только после того как мы снимаем и сошку мы можем верхний пластиковый кожух открутить от системы охлаждения вот такая вот заморочка плохо конечно что asus так сделали не продумали эту тут хотя бы даже не полностью хотя бы вот эту часть делали съемную чтобы можно было прочистить радиатор потому как с продукта с этой стороны не дает выдать все по краю радиатора бывает скапливается шерсть ну или что-нибудь такое подобное не дает проходить нормально воздуху так я наверное ускорю на монтаже эту часть раскручивание винтов вряд ли будет кому-то полезно я учитаю что я здесь не него не такой же мало ты я уже эту видеокарту разбирал ну тогда меня не было времени снимать поэтому сниму во второй раз хотя в принципе она должна быть чистой я на всякий случай проведу профилактику что-то можно не снимать какие-то минуты здесь это держит и в общем радиатор внутри не так не помню крышка не не держит все скручено потихоньку отделяем так вот наверно по ты ты так вот так вот выглядит очищенная плата я кому интересно показываю поближе память чипы самсунг видео чип gp106 400 а1 типичный чип для 1060 так вот видно не в общем чипы самсунг задняя часть внутренняя часть так там пока положим так вот выглядит система охлаждения изнутри теплосъемная площадка термопрокладки да не грязные потому как я уже вытирал и вот эти старые термопрокладки не вроде бы как еще живы но не пылесусят пыли я не знаю как видите полностью любая пыль и ворс что на них попадаете они прилипают и их очень трудно потом очистить в общем в принципе прокладки вроде как плохие я думаю еще послужит вот я бы конечно заменил но у меня на данный момент нечем их заменить нормальных прокладок нет а китайская ложить я не хочу подскоку она будет примерно то же самое что и этот или даже хуже в общем для того чтобы прочистить радиатор продолжаем откручивать вот этот пластиковый кожух от системы охлаждения то есть нам нужно открутить винты от 1 и 2 3 4 и 5 6 7 еще где-то по моему есть вот не помню ну ладно начнем потом посмотрим так нужно взять более тонкую биту да это и откручиваем так 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 да это и все винты почему так вот снимается система охлаждения типичная система охлаждения для референсной турбины референсной для десятого поколения так вот она выглядит просто ребра там внутри до 33 тепловых трубки идут змейкой судя по всему здесь и раз два три так 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 что она здесь не видно наверно здесь тоже здесь две в общем так вот ну в принципе так так вот выглядит разборка сейчас я очищу радиатор как видите хоть я не так давно и чистил но все равно уже забил саворс видно здесь по чуть-чуть здесь по чуть-чуть здесь если она дольше эксплуатируется тогда здесь забивается больше а если у вас еще домашние животные так вообще здесь может быть полностью так вот эта часть вся быть в шерсти и не продуматься практически но я думаю если все забьется то есть вероятность что до чистки она не доживет у большинства аэропорта ну это конечно не точно но мне кажется так так я сейчас проведу так посмотрим на кожух кожух обычный пластиковый ничего необычного вот эта часть полностью закрыта она практически не продувается разве шоу воздух проходит между долго краем улитки и вот эту щель покроется вся большая часть воздуха выбрасывается назад чем сейчас я дочь еще радиатор и вернусь это радиатор и очистил ну практически очистил выглядит очищенный кожух протирал мокрой тряпочкой поэтому остались разводы но это не страшно так если вам нужно снять вентилятор чтобы смазать ну или заменить подшипник или заменить вентилятор тут нужно открутить 33 винта раз два и три в принципе прокладку можно не снимать немного здесь отдвинуть и здесь и открутить я наверно так и сделаю до прокладка уже старая начну немного рваться поэтому лучше если нечем заменить лучше сильно ее не не кантовать если нужно снять полностью снимаем скотч даже не скотч липкая лента все так вот выглядит народная так называемая турбина хотя это обычный вентилятор просто чуть-чуть друг лопатки идут по другому то есть так типичная структура вентилятора для центробежного вентилятора так я уже смазывал немного начал тарахтить когда для проверки удобно берешь так вот пальцами и крутишь и она сразу слышно что есть уже биение на подшипнику на обеих или на одном трудно сказать ну мелкое биение уже есть да так в принципе если у вас есть подшипник нужно даже попробовать и нить так для снятия вентилятора так не видно там есть шплинт общем или скоба вот тебе нужно разжать и тогда вертушка снимется окружать и можно скорее всего проще всего конечно использовать ножницы то что есть под рукой шплинт я снял такой мелкий желательно его не потерять снимаем и вот так вот выглядит вентилятор изнутри так сказать турбина рабочее колесо ну и сам электромоторчик так я тут посмотрел и нашел вот такие подшипники сейчас надо проверить подойдут ли они сюда они очень похожи похоже что похоже что до меня кажется даже есть подшипники самое интересное эти подшипники не заказывал для этого я их я заказывал подшипники для замены в общем для замены подшипников в сто двадцатках обычных но я заказал я немного попутал подшипники и мне пришли вот такие я видно почему пришли такие подшипники я их оставил оказывается они идеально подходят для турбин это меня радует так что я не планировал менять подшипники похоже я заменю и подшипники так вот выглядит двигатель двигатель конечно мощнее чем на сто двадцатках допустим биение есть что я наверное попробую заменить надо использовать саморез так саморез даже не нужно вкручивать берем при левенька наживляем и вытаскиваем вот это новые подшипники а вот это старый не полностью идентичны хорошо наверно наверняка наверно не увидите тут внутри есть выступы кто на которые ложатся подшипники и даже сильно запрессовывать не нужно просто вставляем все подшипник стал на свое место берем 2 это же бросаем туда все подшипники на своем месте момент истины собственно эти китайские подшипники не намного лучше старых токон попробую я другие варианты я перебрал все почти варианты подшипников получается не что старые немного вибрируют что новый новые китайские с алиэкспресс кому интересно какие-то подшипники вот этот вот кому пригодятся какой номер и где заказывал я выведу куда-то сюда или сюда или или в описании оставлю ссылочку на на продавца где я покупал вот эти подшипники в принципе подшипники можно было не менять они нормальные были сильного шума не было просто небольшое объединение так я немного обрызнул и силиконовой смазки думаю можно собирать таки так ступорное колечко а елки так все колечко установлено подшипник никуда не денется можно в принципе собирать это наверное нужно заклеить скотчем или изолентой все я собрал в принципе я думал заклеить скотчем ну так как она все в смазки на не заклеивается я возьму кусочек кусочек уплотнителя и просто им прижму вот таким вот кусочком уплотнителя он прикрутится и прижмёт его так и собираем все в обратной последовательности так меня тут просто . отпала думаю как-то еще совместим так вот вот так вот так вот так вот так Всё, попал. Так. ну неплохо прокладки вернул вентилятора закреплен все это все теперь можно собирать назад кожу скручиваем общего скручивается и все просто просто совмещается отверстие и закручиваем еще не все все собрано главное не забыть намазать термопасты а то такое может случиться термопрокладки наверно стоит как видите раз два три 4 5 6 идут на 6 чипов а вот эти две просто просто 2 хладомазь я буду использовать и микс 4 то что есть то и буду использовать в принципе можно сильно не размазывать обычно прижимается я размажу вот такой вот лопаткой это сказать для надежности если посмотреть может край плохо контактировать в принципе сколько я не можем это только на крышках процов бывает плохо расплывается так все обычно хорошо все промазал полностью чтобы наверняка все закрыло при прижатии так берем подключаем коннектор вентилятора до щелчка до щелчка немного прижимаем влево-вправо чтобы распределить нормально и и выжать лишнюю термопасту берем несколько винтов и нажимаем наживляем примерно по диагонали главные может и не главное в общем просто при прижимаем в районе кристалла делаем движение влево-вправо можно по диагонали это сделает для того чтобы лишняя термопаста выжалась на края то есть чтобы слой между чипом и теплосъемной площадкой был как можно тоньше чем тоньше слой термопастой тем лучше теплопроводность все я думаю так теперь вспомнить как не было пломба по диагонали для лучшего прижима так пока полностью не собираем то есть полностью пока не закручиваем четыре основных винта нужно сначала наживить закрутить все винты по периметру которые крепят систему охлаждения платья хотя можно скручивать в любом в любой последовательности как вам удобно да винтов много а доступа к чистке видеокарты нет нормального у меня на видеокарте гейнвард 700 gtx 760 там кожух пластиковый можно снять отдельно не снимая вентилятор очень удобно для чистки таких турбинных видеокарт то есть просто откручиваем кожух прочищаем радиатор и все готово в принципе здесь тоже уже все готово можно все винты протягивать по кругу все же скручено остался последний винт тот который с пломбой здесь как и при разборке берем плоскогубцы берем плоскогубцы аккуратно затягиваем и все все видеокарта собрана и обслужена осталось проверить в принципе с ней ничего не должно случиться сколько она нормально работала я просто для профилактики решил ее почистить так вот прошла вся операция так 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 склероз еще один винт потерян был все теперь точно все видеокарта собрана готова к работе всем спасибо за внимание надеюсь все видео было кому-то полезным ну или будет кому-то полезным всегда рад видеть вас на моем канале если нужно будет помощь обращайтесь возможно помогу если вы живете в украине всем спасибо за внимание до скорых встреч на моем канале всем пока 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 пока